ВОЛГА ВОЛГА В июле 1941 года было принято решение об эвакуации учреждений Академии наук СССР из Москвы и Ленинграда. Вместе с членами семьи Казань приняла 5000 сотрудников. Среди них 39 академиков и 44 члена корреспондента Академии наук. Здесь работали Петр Капица, Лев Ландау, Абрам Иоффе и многие другие. Скоро в Тайсср приедет и Игорь Курчатов, отец советской атомной бомбы. Центром академической жизни стал Казанский университет. 20 июля 1941 года Госкомитет обороны принимает решение об эвакуации в Казань Ленинградского авиационного завода номер 387 и размещении его на территории Казанского завода номер 169. Всего через неделю после прибытия в Казань завод выпускает первый самолет, знаменитый У-2. Последний седьмой эшелон в Казань приходит 23 августа. Последний седьмой. Восьмой не смог выйти из Петербурга, потому что кольцо блокады сомкнулось. И после прихода последнего седьмого эшелона, 31 августа, взлетает первый самолет У-2 ВС. Когда началась война, нужно было самолет У-2 учебный переделать в военный. Вот как раз Бакшаев Григорий Иванович, главный конструктор, он со своим коллективом в течение месяца переделал самолет учебный в военный. Так началось сказание эра производства самолетов ПО-2 или У-2. В сентябре 41-го года завод уже выпустил 120 самолетов. Тот самый небесный тихоход. У-2 может подойти тихо на высоте 50 метров. Пойти прямо над самой целью. И участвует ли это, он не может тогда на кой черт бы просить, товарищ генерал. Ничего, ничего. В 44-м году в день на Казанском заводе производили до 13 самолетов. Всего за годы войны было отправлено на фронт более 11 тысяч самолетов ПО-2, за что коллектив завода в 45-м был награжден орденом Трудового Красного Знамени. На производстве работали в основном женщины и подростки 12 и 15 лет, без выходных. Многие не выходили с работы все 4 военных года. Самолет перестал производиться в 1947 году, но он навсегда вошел в историю победы. Прикоснуться к истории, к военной истории, можно только здесь, в музее Казанского вертолетного завода. Вот он, наш знаменитый У-2. Настоящий. Конечно, мы можем видеть его в Парке Победы, но он железный. Это макет или реплика, как модно сегодня говорить. А вот настоящий У-2. Можно потрогать и даже забраться на него только здесь, в музее Казанского вертолетного завода. Вот сейчас я попробую это сделать. Здесь построен был этот самолет студентами Егорьевского авиационного училища по заказу Казанского вертолетного завода. Он настоящий по военным чертежам и макетам военного времени. Знаете, как поет У-2? Хотите послушать? Вот он, настоящий, деревянный. В 1928 году на выставке в Берлине, на авиационной выставке в Берлине, куда прибыл У-2, немцы долго смеялись над этой безобидной машиной. Мы называли РУС, фанер, кофейная мельница, еще не предполагая, что в годы войны наш У-2 доставит нам столько проблем, что Гитлер будет обещать железный крест и 5000 дойч марок за каждый сбитый такой самолет. Вот какой наш любимый У-2. Одну секунду. Это еще что? Почему здесь девушка? Это, извините, не девушка. А кто же? Штурм эскадрильи старший виселент Кутузова. Была ли она прототипом одной из героинь фильма «Небесный тихоход» неизвестно, но на одну из девушек она очень похожа. На знаменитом У-2 сражалась за победу Магуба Сыркланова, герой Советского Союза, заместитель командира эскадрильи 46-го гвардейского таманского женского авиационного полка ночных бомбардировщиков. Она родилась 15 июля 107 лет тому назад. Сыркланова совершила 780 боевых вылетов, сбросила 190 тонн бомб на позиции противника. После войны жила в Казани. В архивах ТНВ сохранились несколько кадров выступления Магубы Сырклановой. Одно из важнейших сражений Второй мировой Великой Отечественной войны, Сталинградская битва, началась 17 июля 1942 года. В ней участвовали и сотни тысяч уроженцев и жители Татарии. Они были в составе двух сформированных в республике стрелковых дивизий, 147-й и 120-й, получившие в этих боях звание 69-й гвардейской. В контрнаступление отличились танкисты, сформированные в Татарии 91-й отдельной танковой бригады. По данным рабочей группы Мемориала Книга Памяти, только на территории современной Волгоградской области погибли и умерли от ран более 7 тысяч солдат и офицеров, призванных из Татарии. А в самом Сталинграде почти тысячи наших земляков. 38-я стрелковая дивизия под командованием генерала Гани Софиулина. 18 января 1943-го первая разгромила пехотную дивизию Верхмахта под Сталинградом и захватила в плен штаб дивизии во главе с генералом Морицем фон Дребером. Бойцы Софиулина взяли в плен и генерала-лейтенанта Шиллера. Одна из самых ярких вех в истории набережных Челнов Татарстана и страны в целом 70-е годы. Именно на них пришлось создание на берегах Камы крупнейшего комплекса заводов по производству большегрузных автомобилей из современного города. 17 июля, ровно 50 лет назад, в 1969 году, в набережных Челнах состоялась знаменитая закладка символического камня с памятной надписью Здесь будет построен Камский автомобильный батыр. Почти на полутора тысячах гектарах встанут корпуса автогиганта. 10 января 70-го года стартовавший в набережных Челнах эпохальной стройки был присвоен почетный статус Всесоюзной Ударной Комсомольской. Только за первые 20 дней 70-го года сюда прибыли более тысячи человек. 16 февраля 76-го года с заводского конвейера уже сошел первый серийный экземпляр грузового автомобиля КамАЗ. Сегодня КамАЗ крупнейший производитель тяжелых грузовых автомобилей, объединяющий 109 компаний на территории России, СНГ и дальнего зарубежья. С гастролями на крупнейшей в Европе, один из крупнейших в мире заводов по выпуску грузовиков в эти летние дни, в 1974 году, приехал Владимир Высоцкий с театром на Таганке. Об этой поездке актеры Барт потом напишут «Ох, мы поездим, ох, поколесим, в Париж мечтая и в Челны намылись, и будет наш театр кочевым и уличным, к тому мы и стремились». Это были очень важные для театра гастроли. Труппи пообещали, что если в набежных Челнах с рабочим классом у них все получится, то они поедут на гастроли в Париж. Об этом вспоминал актер Вениамин Смехов. Кстати, к тому времени театр еще нигде не гастролировал. Приезд Высоцкого вызвал ажиотаж, концерты собирали толпы поклонников и проходили при любой погоде. 19 сентября 1989 года площади перед гостинцей Кама, где в небольшом номере на несколько дней останавливался Владимир Семенович, было присвоено имя Высоцкого. А вот театр на Таганке в Париж с гастролями поехал только через три года. 18 июля 2013 года в Казани завершилась Всемирная летняя универсиада. В ней приняли участие 160 стран и более 12 тысяч спортсменов. Российская сборная завоевала 292 медали, став лидером в общекомандном зачете. Светлана Спирина, Андрей Ключников, 7 дней. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова